Салютики, друзья! Готовлю на завтрак сырнички. Очень захотелось что-то творожное. Либо вареники ленивые, либо сырники. Но ленивые вареники я люблю с бананом и с ягодами, а нету ни бананов, ни ягод, поэтому сырники. У меня муж на все руки мастер. Опять переквалифицировался. Прикинь, огородом не занимаюсь. Сельское хозяйство подался. Смотри, сейчас культиватор опущу, смотри. Ты даже знаешь, как это называется. Вот я пошел, культивирую огород. Так что да, кому нужна помощь по хозяйству, обращайтесь. Саша со своим трактором выезжает. У меня реально ферма здесь. Здесь можно приобрести бизнес полностью. Вот прям ты культ сворачиваешь. Дайте номер счета, куда деньги выводить. Кайф нереально. Я обожаю такие симуляторы. Идем с детьми в театр. Виктория Шуль, она же еще и там есть. Ну вот Виктория Шуль, она здесь. И с той стороны можно зайти. Просто там это же здание, оно туда продолжается. Тимур. Это как, у меня было два ухода на экране. А почему там стоит, потому что там еще и такие уроки есть? Видишь, там нет. Ну, наверное, там есть такие уроки, не знаю. Гимнастика. ОБЖ. А что вообще преподают в ОБЖ? В ОБЖ? Блин, у нас не было ОБЖ, я не знаю. И у нас нет ОБЖ. А где ты такое вообще слышал? ОБЖ? У мамиксы? А? Напишите, что преподают по урокам ОБЖ. Что-то какая-то техника безопасности, наверное, фиг его знает. Да, здесь школа. Гимназия, да? Виктория Шуль, по-моему, это гимназия. Это вот и здесь. Если ты хотела в нее пойти, нужно еще чуть-чуть постараться. И чуть-чуть. Очень сильно просто. Потому что твоя учительница сказала, что пока на реаль Милана тянет. Для гимназии нужно поднажать. Но если получится, то придет мою... А в твоей хорошо, там все можно закончить. По крайней мере, я там буду, и она же с первых классов находится в Марии Мантисори. То есть у меня какая вещь была? Я был в двух начальных школах. Я уже разговаривала, что она была, а потом другая. Я пришел вот в третьем классе в другую. И там совсем была другая система. То есть там нужно было самому выбирать уроки. Там было очень трудно и... Как бы понятно... Ну, по-своему, интересно. Да, но там надо быть с первого класса, чтобы реально хорошо все запоминать и чтобы все хорошо было. А еще идеальнее садика, да? Угу. Это был бы отдельный урок географии и отдельный урок истории. Я считаю, это было бы гораздо прикольно. И не пришлось бы там очередовать. Но я тоже считаю, что это логичнее было бы, конечно. А у нас еще был урок... История Латвии. Я помню, это был ужасно скучный урок. Потому что, ну, не такая богатая у Латвии история. Ну, как на мой взгляд, во всяком случае. Не знаю. Не обязательно в Латвии, но вот основной урок история там про Египет или про Грецию. Наверное, про Грецию. Это именно истории. Мне нравилась вот, да, история Греции, Египта. Вот такое. То есть, действительно, что-то такое увлекательное. А не просто... Кто там с тем... Кто есть свои боги. Я уже представляю себе. Латвийские боги. Все. Дети в театре. Мать в центре. Развлекаться пойдет сейчас. Саша ко мне подъедет на скутере. Подбивала его пройти с нами пешком. Но Саша со скутером неразделим. Сказал, по центру погуляю с тобой пешком. Но доеду на скутере. А я вот люблю ходить, если погода позволяет. Вообще отлично. Вышла из дома. Правда, думала, с коротким рукавом замерзла. Какой-то, знаете, ветер возле дома был. Я уже думала, вернуться за кофтой. Потом думаю, ладно, это что Саша попрошу привезти. Дошли до центра. Так погода разгулялась. Такая жара стала. Думаю, хорошо. Ничего не взяла бы. Сейчас пришла. Тащила бы в руках. Зашла в саунта. Пока Сашу жду. Хочу себе сумку какую-нибудь. Типа плетеную или соломину. Небольшую. Типа как сумочку. Или вот такое воська. Но у меня манечка. Мне нужно, чтобы на замочек закрывалось. Иначе кто-нибудь залезет и что-нибудь вытащит. Да, вот я все время сумки покупаю, чтобы там был замочек. Реально. У меня нету, мне кажется, ни одной сумки без замочка. Для меня это супер важно. Есть у кого-нибудь такой же? Вот, допустим, такая мне бы тоже не сгодилась бы. Потому что здесь нету замочка. А в моей есть. Видите? Смотрите. Хоп. Правда, он открыт. Я сейчас телефон доставала. Красиво, правда? Что-то в этом есть. 10 евро, правда, стоит. По сути, можно самому сделать браслетики такие же. Я вообще раньше любила в детстве из бисера плести. У меня все руки были браслетами из бисера завешены. Усидчивости в этом плане мне хватало. Тоже очень хорошие скидки. Кстати, я помню, меня спросили показать цены на нижнее белье. По-моему, это была Галина. Видите? Я помню о вас. Я не забыла. Просто, когда дохожу до центра, как-то у меня бывает, что переключается на другое что-то. А прихожу домой и вспоминаю вас всегда. Вот, смотрите, например, 18 евро. Он такой хорошенький, да? Это без скидок. И трусики к этому бельишку. Сколько стоит? Цена 6,99. Я вам скажу, кто-то там, может, в целом тайне воспринимает. Я считаю, что неплохой магазин. За свои деньги. Качество, мне кажется, не хуже, чем ХМ. И тоже бывают очень хорошие скидки. А детям вообще шикарно. Хотя год на год не приходится. Иногда какие-то модели бывают жутко странные. Иногда прям действительно можно много чего выбрать. Не знаю. Тут, наверное, все по такой цене. Вот такой вариант уцененный за 9,99. Тоже скидочка. 9,99. Видите? По скидкам надо брать. Впрок 5 евро. Такой вариантик. 9,99. Я скажу, это не самые большие скидки. Будут потом еще и больше. Я помню первый год, когда мы приехали в Германию. И мы приехали в середине июля. И уже были хорошие такие скидки. А к концу были такие скидки, что практически бесплатно. Сейчас, конечно, таких уже не бывает. Я помню, кожные перчатки за 5-7 евро можно было купить. Ну, то есть такое, да? Да, в конце лета почему-то, не знаю, не спрашивайте. Так же самое в ХМ были очень большие скидки. Вот пижама, смотрите, 20 евро с шортиками. Так же самое в ХМ, помню, были дикие скидки. Сейчас тоже скидки хорошие, но таких вы не заметите сейчас. Потому что в конце, допустим, зимнего сезона детские шапки можно было по еврику по 2 просто брать. Я брала с запасом, потому что дети их постоянно теряли. Так же и перчатки за пару евриков, знаешь, такие теплые, как лыжные такие. Куртки по 7-10 евро детские. Я всегда брала в конце сезона с запасом. Потому что, ну, детские размеры легко угадать. Если в этом году он носит такой, значит, через год там же и по возрасту все написано. Сейчас уже, конечно, с этим сложнее. Когда дети поменьше, так с этим проблем нет. Так, вернемся к белишку. Двое за 13. Такой вариант. Это, наверное, 6 евро. Но они одни. Что еще вам показать? Какое тут все такое невеселенькое попадается, да? Большие размеры, смотрите. 14 евро. Прям большие мне на голову. 100D. Кстати, это не предел. Вот 115 есть. У кого большие размеры, имейте ввиду. Хорошие цены. И даже 130 вон, да? Или что это? А, нет. Это французские, это европейские размеры. Значит, самое большое, что я вижу, это... 115. 115, наверное. Ц, Д, всякие. Черные, посмотрите, тоже есть. Тоже 14 евро. А трусишки есть к этому? Не вижу, не знаю. Вот есть такие без чашечек. В принципе, стоят на евро всего дешевле. В общем, если так по существу, то мне больше нравится белье вот лично для себя. ХМ. И по ценам, и по качеству, и по моделям. Вот, смотрите, детские куртки. 30% скидки. Здесь 50%. Тоже от 15 евро. Я так понимаю, не на все надо посмотреть. Ага. Стоили 25, сейчас 18. Но все равно скидка почему нет. Здесь аналогично тоже скидочка. Такого типа у Тимура штанишки были. Сразу две пары вместо 45 за 30 евро. Я считаю, что шикарно. Мальчишкам то, что надо. Носят идеально. Классные. Мне нравятся такие. Ой, даже три пары. Я вас обманула. Смотрите, трое штанов. 30 евро. По десятке, считай, каждые. Такие вот милитари, да? Черненькие. Очень классно. Так, для бебиков. Маечка 5 евро. Не скажу, что сильно дешево, да? Но очень приятная ночь. Курточка 15. Без скидок. Вот это со скидкой. Прикольно. Нет. Бебечку я не хочу, но одежду мне рассматривать нравится. Такие комплектики. По 10 евро. Что тут еще интересного есть? Такие вот три штучки, смотрите. Пятнашка. Муж мой примчался. Говорит, заправил полную машину, полный бак. Так заправил, что аж начало выливаться под самые яблоки. Мой чай. Друзья, кто будет в бакверк и кто любитель чая, зацените вот этот вот и обязательно с молоком. Сверху наливается молоко и получается вкуснятина. Малока тебе еще приснуть? Сначала заплатим, потом приснуть. Ага. На. Булку будешь выливать? А ты? Я не голодный. Я тоже нет. Вот такая вкуснятина получается. В общем, Саша сегодня заправил машину, потому что цена упала. И мы слабо верим, что будет еще меньше. Я, если честно, даже не верил, что такая цена будет уже. Ну, вообще не верил, что вот в этом году, суднолетний сезон, евро 88. Бесплатно, абсолютно. Нельзя было не воспользоваться. Ну, просто, если ты заправляешь там по 20-30 литров, может оно не чувствуется, да? Когда полный бак, оно чистится. У нас таких цен не было. У нас вот последние месяца было 2, наверное, хорошая цена. Но евро 95 это было эксклюзив. Или там 97, что-то такое. Ну, 95, даже я не припомню. Да, наверное, даже 98 может такое. А сейчас евро 88. Вроде мелочь, но приятно. У нас был пустой бак? Нет, у нас не был пустой бак. У нас было, наверное, литров 15-20. Ну, практически, короче, пустой. Ну, в общем, несмотря на скидку, Саша заплатил полный бак и заплатил сколько? 100? 43. 143 евро. Добавил тура химии. Сделал кондиционер сегодня. Ну, точнее, вчера дал сервис машину. Когда была жара у нас, плюс 35, и мы ездили на озера, мы поняли, что у нас кондиционер ничего не охлаждает. Но если на ночь станет как-то впереди, то дети сзади вообще не охлаждаются никак. Я думаю, блин, неужели у меня кондиционер закончился? Поехал в сервис. Ну, что странно, мы не так давно заполняли. Ну, как, относительно. 4 года назад. Ну, не должен уходить так. Я приехал в сервис и говорю, ребята, давайте проверим. Они говорят, ну, странно, а что такое? Ну, вот не охлаждает. В общем, проверили. Оказалось, что у меня полный кондиционер, у меня все в порядке. Ничего там такого нет. И, как вариант, я предложил механику и говорю, а может быть там фильтр какой-нибудь где-нибудь в печке? Он говорит, а ты менял фильтр в печке? Я говорю, нет. Он говорит, а ты сколько ездишь? Я говорю, ну, я уже проехал на ней 150 тысяч. И было 150, уже 300 тысяч. Короче, я оставил машину, он заказал фильтр. Поменял фильтр. Сейчас просто такой, ну, именно напор воздуха идет, понимаешь? Его не хватало. Прям и холодный такой хороший. Фильтры были пипец забиты, да? Фильтр был вообще убитый конкретно. Причем он был еще убитый по той причине, что у меня трубину, когда человек один собрал, запорол ее и из нее выхладили там водные газы и они тоже попадали на фильтр. И они его забили, и время, и листья там куча была, и всякой-всякой херни. Вот сейчас все идеально. Сейчас мы готовы ехать в Испанию и будем ехать с ветерком. Свежо будет. Ну, слава богу. В общем, мы на низком старте. Саша затащила попримиряться, это было непросто. Но когда он уже разделся, уже можно нести все, что хочешь, он уже наденет. Ну, практически. Как вам? Лучок, ну, не с этими носочками. Хорошо, да? Ну, вообще-то это костюм с шортами. Да, с шортами тоже хорошо. А я себе померила вот такую льняную блузочку, рубашечку. Думаю, возьму домой с белыми шортиками и померю. А я шорты не буду брать. А что? Не, я вот так возьму, как есть. А, в другого цвета не померишь ко всему? Не, я не буду. Да ладно, я сказала, что все, что тебе сейчас занесешь, ты померишь. Нет. Я на этом закончу. Девочки, я ошибаюсь. Это оверсайд, если что считается. Это размер М, да. Вот такая вот. Видно, нет? Не видно. Блин. Ну, в общем, мы поняли. Единственное, я с собой, наверное, брать не буду льняную. Я хочу брать то, что не мнется. Алена умнется пипец как. Хотя вроде как там, там где стиралки есть и утюг, но я не уверена. Тоже я бы взяла бы шорты тоже. Клубничка, пиши. Пойдет? Ну, для Испании, может, другие цвета нужны? Или малинка как-то. Ну, нет, можно взять шорты тоже. Я вот думаю, вот это М кофта, да? Майка Саша так. Свободненько. Если бы мы реально нашли бы XL размер, то Саша бы утонул. Несмотря на то, что это оверсайз. Ну, это вот маленькая. Я пригляделась, что ты там нашла. Видите? Вы просто отстирается, не отстирается. В отпуске я поставлю еще пару, 5, он будет нормально. Можно постирать попробовать? Все? Больше нет. Единственный экземпляр. Саша, не слышно звон. Давай другого цвета померь. Уже извинили свои. Саша, другого цвета. Примерь. Вообще. Но голубой тебе к лицу. Мель. Ну давай. Тоже хорошо уж, да? Я, по-моему, больше разницы не вижу. Отец, это что-то меньше. Это L. Рукав поправь, Саша. Рукав поправь, а то как блузочка. Или в эти рукава уже? Нет, давай тот комплект берем и все. Ну давай, ладно. А это тоже неплохо. Нет, неплохо. А? Да. Бери два, подумаешь. Один здесь, будешь таскать другой в отпуске. Шорты, по ощущениям, как будто узковаты. А, да? Ну, как-то по краям, кажется, не попредавлены. Шорты, к сожалению, или L, или 2XL. 2XL вообще сваливаются. Тебе не кажется, что никуда маловато немножко? Тебе так не растопыриваются, да? А они даже гуляют. Мысли не растопыриваются. Ладно, бери головой и пошли тогда. Не было такого, слава богу. Слава богу. Там стоит. Смотрите, какие хорошенькие, да? Это замшевая кожа натуральная. Смотрите. Премиум коллекция. Не знаю, сколько стоили, но сейчас всего лишь 20 евро. К сожалению, предыдущая цена заклеена не видно, но я думаю, не меньше 60. Скорее всего, больше. И вот эти тоже, кстати, это тоже кожа. Кожа, ну, обычная нормальная кожа. Видите, даже написано. Премиум, где там было написано, вот, кожа. И тоже 2 тулю всего стоит. А нет, вру. 16, представляете? И размеры есть всякие. 37, 38. Вот интересно, они там не выставлены, они стоят в мужском отделе, вот в такой вот этой тележке. Сейчас наверно наверх повезут, не знаю, куда их повезут. Саша вымотался, уезжает от меня. Я остаюсь детей ждать, скоро придут уже. Саша оставил шлем и даже не спёрли. Круто. Круто, но Саша надеялся. Он говорит, так, он мне надоел уже, хочу другое. Может, потому не спёрли, что слишком сильно закрепил. На лету, на бегу неудобно. Так, ты остаёшься, да? Ну да, что мне, варианты. У меня шлема нету. Так, вещи я забираю. Купил я себе... Что я купил? Майку, две. Один комплект я взял, да? Шовный? И одну просто со штанами. В общем, четыре наименования. И мне рубашку. Таня взяла маечку с лаваном. Рубашечку. Всё, езжай. Ты устал, я прям чувствую. Саша так выматывается в магазинах. Он говорит, всё, я 200 лет не ходила, не был и больше опять не хочу. Съездим ещё в Испании в Аутлет. Это будет всё, да? Барселонский. Не барселонский какой-то? Это Вароку, короче. Вароку. Всё, домой? Давай, давай, увидимся. Сейчас не растерять бы всё это. Не говори. Пока. Пока. Так, зашла в ДМ с заватными палочками. Слава Богу, не забыла. Тимур напомнил. Смотрю, новинка. Раньше такого не видела. Продаются домашние тесты на всякие болезни. Например, вагинальный грибок. Что такое цолякия, я не знаю. Айзенмангель. Нехватка, наверное, железа, да? На здоровье желудка. Что ещё? Даром, в общем, кишки. Беременность. Что ещё? Щитовидка, кстати. И цены вот такие вот. На беременность вот столько, остальное по 9,95. Я не знаю, насколько это достоверно, но имейте ввиду. Кися, кто это? Это мать в новой рубашечке. Не узнал? Красота какая. Ну, хорошо же, да? Саша смущает эти шорты, что они широкие. Но они хорошенькие. Красиво, да? Что скажете? И тушь, я могу сказать, что сегодняшнее испытание выдержало. Смотрите, весь день хожу. Минимально чуть-чуть было, я так пальчиком. Но, можно сказать, не отпечатывалось. Посмотрим, как будет смываться. Рубашку оставляем? Плохо видно, отойди дальше. Уйти к соседу? Ну, надо к соседу. Так? Тебе надо знать, что-то с прической делать. Да, нет. Что? Не знаю, мне кажется, ты уничтожил свои волосы, да? Ты знаешь, в чем дело? В том, что они сейчас сильно лезут после короны. И в прошлый раз у меня так было. Да. Какое-то время они лезли после короны. Ты не выпрямляла их сегодня? Да. А, потому они так выглядят. Саша не любит, когда ты делаешь. Я просто вообще не могу терпеть. Посмотри, я вчера их помыла. Выглядят уже, да? Тебе так идут волнистые крышные волосы. Почему ты выпрямляешь это? Я не понимаю. Но из-за этого мне хочется чего-то нового. Вообще дурдом. Короче. Я решила. У меня надо записаться куда-нибудь. Я решила. В каждый момент меня никто не возьмёт. И всё. Я либо постригу коре. Прям вот так вот, знаете? Чтобы если хвостик завязывать, ну там такая куличка оставалась маленькая. Либо я Саше говорю, а может мне вот косы наклести? Саша говорит, ну нафиг. Мне это тебе не пойдут. Тебе не пойдут. Знаете, как у Милана. Типа было. Только они вот такие длинные. И ну, чтобы не вплетали там много всего вот этого. Смотрели только что детский фильм. Ночь в музее. Первая часть. На удивление. Мы не смотрели. Какие-то отрывки. Может быть начинали, не досмотрели. Но в целом сегодня досмотрели. Фильм понравился. Можно завтра посмотреть следующую часть. Их три, по-моему, всего же, да? Как вам нравится? Нет? Стоит смотреть, продолжать. Что мы сегодня еще купили? Это вот такой молоток. Мы планировали купить молоток. Такой 5 евро обычно не стоит. Но нам сегодня попался на глаза в Тедди. За три. Он такой тяжеленький, хороший. И тут, видите, крюк, чтобы, ну, эти вот крюки выдирать из земли. Ну, мы решили, что вполне себе ничего. Возьмем его. И вот такую вот скотерку взяли клеенчатую на стол тоже с собой. Кто страница уже у нас замученная. Ну, работает. Тоже берем с собой. Ну, вот пока так. Все, друзья, с вами прощаемся. Мы до завтра. Всех обнимаю. Всем пока. Что-то я сегодня спать уже хочу. Субтитры сделал DimaTorzok